На него рассчитывал мадридский Реал, но французский нападающий сделал свой выбор в пользу ПСЖ. Москва утверждает, что взяла под свой полный контроль металлургический комбинат Азовсталь и весь Мариуполь. Российские войска выведены из района вокруг Харькова. Число подтвержденных случаев ОСП и обезьян в Европе и Австралии составляет около 80. Об этом сообщает ВОЗ, но врачи и политики уверены, что поводов для паники нет. У Хуана Карлоса больше нет проблем с испанской эфемидой. Почетный монарх вернулся в страну на несколько дней, вызвав неоднозначную реакцию общества. Удар для мадридского Реала. Киллиан Мбапе прогрит контракт с футбольным клубом Парис-Ан-Жермен. Об этом пишут французские и испанские СМИ. Главная спортивная газета Франции «Экип» выйдет с заголовком «Он остается». Сообщается, что 23-летний нападающий лично позвонил президенту Реала Флорентино Пересу. Чтобы уведомить его об отказе покинуть ПСЖ. Королевский клуб неоднократно пытался заполучить француза. Еще до его перехода из Монако к парижанам в 2018 году. Новый контракт чемпиона мира еще не подписан. Но официальное решение может быть объявлено после субботнего матча между Парижем и Меццем. Россия сообщила, что металлургический комбинат «Азовсталь», а значит и весь Мариуполь, находится под полным контролем ее войск. С понедельника сдались 2439 украинских бойцов, в том числе более 500 в пятницу. Украинские солдаты попали в плен. Некоторые из них доставлены в бывшую колонию строгого режима. Другие, как сообщается, госпитализированы. Российские власти пригрозили провести расследование в отношении некоторых защитников сталелитейного завода за военные преступления и придать их суду, заклимив как нацистов и террористов, что вызвало опасения международного сообщества по поводу их судьбы. Тем временем российские войска полностью выведены из района Харькова. Второй по величине город Украины теперь недосягаем для российской артиллерии. Попытки взять Харьков продолжались несколько недель, но в итоге контрнаступление украинской армии отбросило российские войска на север и восток. Лозовой к востоку от Харькова в центре жилого массива российские войска обстреляли культурный центр. Ранения получили 7 человек, в том числе 11-летний ребенок. Ракетным обстрелом подверглись также Одесса, Полтава и Житомир. Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении заявил. Мы требуем международно-правового признания того, что Россия должна нести финансовую ответственность за совершенные ею преступления. Это важно не только для этой войны, но и для всех других актов агрессии, будь то со стороны России или других потенциальных агрессоров. Зло должно быть привлечено к ответственности и знать, что оно будет наказано. В Донецкой области некоторые жители населенных пунктов у линии фронта покидают свои дома. Другие остаются, не желая уходить из родных мест. Украинские войска готовятся к наступлению российской армии, ожидая, что давление, вероятно, усилится после падения Мариуполя. Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян составляет около 80. Подозрения вызывают еще 50. Об этом сообщают эксперты ВОЗ. Речь идет о странах, не являющихся эндемичными для этого вируса. В пятницу о первых случаях сообщили Австралия, Бельгия, Германия и Франция. Врачи и политики заявляют, что поводов для паники нет. Считается, что вирус обезьяний оспы нелегко передается от человека к человеку. Но при этом высокой считается возможность передачи при тесных контактах, например, при сексуальных. Специалисты гадают, откуда оспа взялась у людей, никогда не посещавших страны, где можно было бы заразиться. Но вот почему она распространяется, не вопрос. В последнее десятилетие прививок от натуральной оспы почти не делают. Болезнь объявили побежденной еще в 80-м году. А между тем, вакцина от натуральной оспы защитила бы и от обезьяньей. Этот препарат был разработан при поддержке правительства США. В первую очередь для того, чтобы защитить от обычной оспы, если она когда-нибудь вернется или будет использована в качестве биологического оружия. И этот конкретный препарат действует против целого семейства вирусов. Натуральной оспы, коровьей оспы и в том числе и оспы обезьян. Он был одобрен для лечения оспы в США и недавно был одобрен в Европе для лечения всех ортопоксовирусов, включая оспы обезьян. Я уверен, что это будет эффективный препарат. В России, по данным Минздрава, случаев обезьянь и оспы пока нет, а значительная часть населения имеет иммунитет. Именно благодаря прививкам, которые были обязательными до начала 80-х. Около 40 человек получили ранения в результате торнадо, обрушившегося в пятницу на город Падеборн на западе Германии из-за аномально высоких температур для этого времени года. Травмы 10 пострадавших серьезные. Вихрь оставил после себя значительное разрушение. Снесенные крыши домов, вырванные с корнем деревья, перевернутые автомобили. Городские власти призвали людей оставаться дома, чтобы не мешать спасательным работам и не подвергать себе опасности. Метеослужбы ФРГ сообщили о приближающейся непогоде несколько дней тому назад. По их прогнозам ожидали сильные дожди и град, а в некоторых местах скорость ветра могла достигать 130 км в час. Уже в четверг было нарушено движение транспорта, затоплены сотни подвалов. С утра пятницы было объявлено штормовое предупреждение в западных землях. Торнадо нанес также значительный ущерб городу Лепштадту в 30 км от Падеборна. Там стихия повалила церковный шпиль. Более 100 жителей оказались заблокированными у городского открытого бассейна, так как упавшие деревья перекрыли выход. Ущерб нанесенной стихии оценивается в несколько миллионов евро. В Испанию с визитом прилетел Хуан Карлос I. Граждане страны неоднозначно встретили эту новость. А премьер-министр Педро Санчес высказался против того, чтобы бывший монарх останавливался в королевской резиденции в Мадриде. Два года назад отец действующего короля Филиппа VI отправился в добровольную ссылку в Абу-Даби из-за обвинений в коррупции и отмывании денег. Не думаю, что ему вообще надо было уезжать. Не только потому, что он так много значит для нас, но и просто потому, что он гражданин Испании. Благодаря ему страна выстояла во время попытки государственного переворота в 81-м. Мы должны простить все его ошибки. Этот опасный и безнравственный человек, который причинил столько вреда, должен понести ответственность за свои поступки. Мне кажется, он должен был вернуться раньше, хотя бы для того, чтобы объяснить причины своего бегства, ведь мы до сих пор толком ничего не знаем. В этом году прокуратура прекратила расследование в отношении бывшего короля. Из Мадрида передает корреспондент Евроньюз Хайме Веласкис. Планировалось, что это будет малозаметный частный визит, но возвращение Хуана Карлоса стало громким событием, вызвавшим политическую напряженность в Испании, в кабинете министров и со стороны Королевского дома. Наверное, большинство испанцев отнеслись бы с пониманием, если бы Хуан Карлос приезжал навестить семью вдали от камер. Но он сделал все наоборот, можно сказать, превратил свое возвращение в фотокол. Но, смотрите, я здесь, у меня есть такое право. Чем больше шума поднимает бывший король, тем хуже для монархии. Хуан Карлос пробудет в стране всего несколько дней. Он посетит Кубок Испании по парусному спорту в Галисии. Ожидается, что в понедельник почетный король встретится с сыном в столице и в тот же день вернется в Объединенные Арабские Эмираты. В пресс-службе правящей династии сообщили, что Хуан Карлос будет регулярно наведываться в королевство и встречаться с друзьями и семьей. Северная Корея заявила в субботу, что обнаружила симптомы так называемой лихорадки у еще более 220 тысяч человек. При этом лидер страны Ким Чен Ын говорит о прогрессе в замедлении распространения COVID-19 среди непривитого населения в 26 миллионов. Вспышка вызвала опасения по поводу истинного положения вещей в бедно изолированной стране с одной из худших в мире систем здравоохранения. Эксперты говорят, что Северная Корея почти наверняка преуменьшает истинные масштабы распространения вируса и ставит под сомнение странно маленькое число скончавшихся. По данным Хиняна, около 2,5 миллионов человек заболели и 66 умерли с тех пор, как в конце апреля начала быстро распространяться неустановленная лихорадка. Страна смогла идентифицировать только несколько этих случаев, как COVID-19, из-за отсутствия материалов для тестов. Ранее власти КНДР говорили о якобы блокировке распространения коронавируса. После двухлетнего перерыва из-за пандемии манифестанты в Уругвай вновь вышли на улицы, чтобы напомнить о пропавших без вести во время военной диктатуры, правившей стране с 1973 по 1985 годы и потребовать от властей принять меры для установления их местонахождения. Десятки тысяч людей прошли по главной улице столицы Монтовидео в так называемом молчаливом марше. США продолжат высылать нелегальных мигрантов на основании антиковидных мер, введенных еще два года назад Дональдом Трампом. Администрация Джо Байдена планировала отменить это положение 23 мая, но федеральный судья штата Луизиана заблокировал эту инициативу. Гуманитарные организации указывают на критическую ситуацию в переполненных центрах для приема мигрантов в приграничных районах Мексики. Без действующей американской визы люди не могут подать прошение о предоставлении убежища. Американский космический корабль Boeing Starliner впервые прибыл на Международную космическую станцию. Его стыковка с модулем американского сегмента МКС произошла в субботу на полтора часа позже запланированного времени из-за технических проблем. Пуск состоялся накануне с космодрома на мысе Канаверал. При выходе на орбиту произошел отказ двух из 12 двигателей. В остальном, как заявили в НАСА, пуск прошел штатно.